Спектакль «Журавлинные перья» Ульяновского театра «Кукол» уже знаком многим юным зрителям. В его основе лежит японская народная сказка. Спектакль пленяет своей утонченной красотой и мудростью. Но в юбилейном сезоне театра он впервые прошел с тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих зрителей. Благодаря поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», который 10 лет реализует программу «Особый взгляд» и тифлокомментатору Таиси Марченко, этот спектакль по-новому открылся для зрителей с особым взглядом. То есть наша самая главная задача – это очень гармонично влиться в их просмотр, не важно чего. Мы их кротко берем за руку и ведем по действу, по его развитию. Мы описываем сцену героев, как они перевоплощаются, как меняются декорации, как меняется освещение сцены. То есть мы нежно берем их за руку и ведем по спектаклю. В юбилейном театральном сезоне в афише Ульяновского театра «Кукол» будут появляться спектакли с тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих зрителей каждый месяц. Кроме того, как сказал директор театра Александр Колтон, театр готовит несколько премьер. В 2024 году мы готовим шесть премьер для наших зрителей. Мы готовим премьеру спектакля «Мнимый больной». Постановщик Владимир Иванович Бирюков, хорошо знакомый нашему зрителю, и художник, не менее хорошо знакомый, Виктор Владимирович Никоненко. Уже на следующей неделе, 24 ноября, состоится премьерный показ спектакля «Муму». Сейчас идут его репетиции. Режиссер Сергей Ягодкин поможет взглянуть на известные произведения Тургенева по-другому. В нашем обществе инфантилизма, когда мы привыкли, чтобы нам кто-то что-то дал, вот эта пассивная позиция, она до добра не доводит. За вас тогда кто-то что-то может решить так, что не понравится, вот как в случае с Герасимом. Когда бар не возьмет и скажет, а теперь собачку утопить. И что тогда? Как Герасим? Мне хотелось бы, чтобы зритель задумался над этим. Ну и как-то с этим инфантилизмом уже пора завязывать. Во время новогодней кампании зрители увидят новый спектакль «Пряничный домик». В феврале театр планирует провести фестиваль «Все сказки в гости к нам», который, как правило, проходит раз в пять лет. Во время больших гастролей труппы театра поедет на Сахалин. А 1 апреля театр отметит свой юбилей. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Продолжение следует...